Порошенко вернулся. В понедельник 17 января прямым рейсом из Варшавы экс-президент Украины прилетел в Киев. Встреча получилась бурной, даже слишком. Украинского политика ждали не только его сторонники, но и сотрудники правоохранительных органов, у которых на руках было предписание о его задержании и принудительной доставке в суд. Господина Порошенко обвиняют в государственной измене. Над ним нависла перспектива потери многомиллиардного состояния. Но самое главное, бывший президент не первый и совершенно точно не последний олигарх, которому объявил войну действующий глава государства. Но как вышло, что Зеленский, сам ставленник крупного капитала, начал крестовый поход против украинских толстосумов? Какой совет дали президенту Незалежной в гостепе США? И почему на Украине все чаще звучит имя архитектора цветных революций? Об этом в расследовании специального репортажа. Смотрите прямо сейчас «Хлебное дело». Грозит ли Украине бунт по казахстанскому сценарию? Поэтому в данный момент, не исключая даже нехватку хлеба в некоторых областях, не исключая, что люди будут голодать без хлеба, потому что не в состоянии его купить. Пчелы против меда. Как президент Незалежный войну олигархам объявил. Они получились самими мощными крысиными королями, каждый на своем направлении. Они не будут ни с кем делиться. Засланные казачки. Кто же на самом деле управляет Украиной? Там акулы. И вот когда они совершили госпереворот с помощью наших олигархов, да, они говорят, а где наша выгода? Президенту Зеленскому грозят переворотом. По казахстанскому сценарию. Об этом уже совершенно открыто говорят не только политики, но и более чем аполитичные владельцы хлебопекарных предприятий. Причина – высокие цены на газ, что прямо отражается как на конечной цене хлеба, так и на его качестве. И я не удивлюсь, если завтра хлебозаводы начнут добавлять тырс. Я не удивлюсь. Или самого низкого качества тот же самый зерновые будут туда закидывать. Поэтому в данный момент, не исключая даже нехватку хлеба в некоторых областях, не исключая, что люди будут голодать без хлеба, потому что не в состоянии его купить. Украинские хлебопеки предупреждают. Запас прочности исчерван. Еще немного, и они будут вынуждены остановить производство. А это уже грозит настоящей катастрофой. Для самого Зеленского. К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана. Когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация. Александр Васильченко, глава ассоциации «Укрхлебпром». На грани полной остановки и предприятия молочной промышленности. А недавно украинские новостные агентства сообщили и вовсе невероятное. Страна, называющая себя аграрной сверхдержавой, вынуждена импортировать тепличные огурцы из России. Что поделать, свои теплицы отапливать нечем. Но главу государства, похоже, волнуют совершенно другие проблемы. У Вадимира Зеленского сплошная внутриполитическая ситуация. Рейтинг усиленно падает. Все плохо. Тут еще и оппозиция начинает поднимать голову. Так еще сейчас будут зимние традиционные для Украины разборки в связи с ценами на газ, на коммуналку и так далее. Поэтому, конечно же, Владимиру Зеленскому срочно нужно создавать себе образ Борцуна с каким-нибудь взлом. В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал так называемый закон об олигархах, призванный устранить влияние финансово-промышленных групп на политику незалежной. Демократия – это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Владимир Зеленский, президент Украины. Цели, что называется, благие. И даже, можно сказать, благородные. Именно об этом Зеленский заявлял еще в ходе своей предвыборной кампании в начале 2019 года. Но решился хоть что-то сделать только сейчас. На излете своего первого президентского срока. Почему? Обязательно ответим на этот вопрос. Пока же отметим. Подготовка к генеральному сражению с олигархами идет полным ходом. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины уже к маю этого года пообещал обнародовать список сразу из 13 персонажей, которым будет запрещено финансировать политические партии и участвовать в приватизации. Эдакая чертова, а точнее черная дюжина тех, кто не вписывается в стратегические планы президента Украины. Зеленский не будет бороться с олигархатом, как с явлением. Он назначит врагов из числа олигархов, будет с ним бороться в интересах других олигархов, которые являются его сторонниками. Так было всегда на Украине. Виктор Медведчук. Украинский политик и лидер партии «Оппозиционная платформа за жизнь», которую в Киеве называют пророссийской. Как только рейтинги партии пошли вверх, Медведчук тут же оказался под прицелом СНБО. Были арестованы его активы, закрыты телеканалы. А сам Медведчук помещен под домашний арест. Формально за организацию поставок угля из ДНР и ЛНР. А это, по мнению Зеленского, прямой путь к государственной измене. Он будет просто-напросто манипулировать, и кто действительно ему не уводен, будет финансировать там другие проекты политические, против него работать. Он этим законом будет пользоваться, выводить отдельные списки, указом президента их публиковать, направлять, натравлять СБУ, прокуратуру, милицию, полицию и так далее. Просто их будет кончать, назовем так. Уничтожать. А вскоре настала очередь и еще одного старого знакомого Зеленского, Петра Порошенко, которого также обвинили в госизмене. И по тем же самым причинам – закупка угля в Донбассе. Но эксперты утверждают, проблема совсем в другом. Ну, во-первых, Порошенко и Зеленский борются за ним и на тот же электорат, за право радикальный. И у Порошенко получается лучше. То есть правые радикалы поддерживают Порошенко и практически отказываются в поддержке Зеленскому. Во-вторых, Порошенко вместе с Ахметовым выступает против Зеленского и активно добивается его досрочного ухода. И делают это более чем успешно. По данным последних опросов, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, победу на них одержала бы европейская солидарность Петра Порошенко. И не в последнюю очередь, благодаря медийной поддержке со стороны подконтрольных экс-президенту СМИ. У Зеленского существуют очень серьезные проблемы с его рейтингом в глазах народного населения Украины. Он падает, падает катастрофически. И в этом смысле какие-то противоположные точки зрения со стороны тех же телеканалов, которые не принадлежат Зеленскому, не принадлежат той власти, которую он сегодня представляет, находятся в руках у олигархов, в этом смысле, конечно, несут ему самую главную угрозу. Вот только Порошенко не стал дожидаться, пока его отправят под арест. И в спешном порядке покинул Украину. Поехали! Поехали! Изменить повестку! В итоге Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы экс-президента. Заодно выяснилось, что Петро Алексеевич, пришедший в свое время на смену якобы коррумпированному Януковичу, живет, мягко выражаясь, нескромно. Квартиры, загородные дома и земельные участки, контрольные пакеты акций в десятках предприятий и фирм, а также целая картинная галерея, включая работы таких всемирно известных русских мастеров, как Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Илья Глазунов и Саак Левитан. Всего более 40 полотен. Человек, работая всю свою жизнь до недавнего времени на государственных должностях, стал миллиардером. Ну, разве это не является доказательством того, что человек олигарх? Ну, в государстве Украины, мы должны понимать, зарплаты чиновников крайне невысокие. Когда человек становится миллиардером, это значит, что человек просто, ну, воровал. Просто воровал. И очевидно, что бросать нажитое непосильным трудом Порошенко не собирается. А потому и анонсировал свое возвращение. Как последний и решительный бой. От кого защитить? Конечно же, от действующего президента, который стал представлять угрозу не только для Порошенко, но и для всех остальных держателей основного пакета акций украинского государства. Олигархи же там тоже не дураки на Украине. Они же видят, что у Зеленского рейтинг ужасный. Что с каждым днем его антирейтинг растет, а реальный рейтинг падает. И, конечно, они прекрасно понимают, что им нужен новый Зеленский на посту президента Украины. Но тогда зачем Зеленский идет на такой риск? Ведь и сам он пришел к власти по инициативе и при поддержке тех самых олигархов, которые просто не могут не вмешиваться в политику. Это клановая история, в которой у каждого клана есть своя поляна, которую они возделывают, на которую они никого не пустят никогда, ни при каких. Слушайте, они прошли 90-е, да, они выжили после бандитских 90-х. Они себя отстояли, они получились самими мощными крысиными королями каждого в своем направлении. Они не будут ни с кем делиться. Но в том-то и дело, что такое положение дел очень сильно не нравится западным кураторам, которые при каждом удобном случае указывают Зеленскому на необходимость решения главных, с их точки зрения, проблем Украины. Как, например, это сделал глава Госдепа США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев 6 мая прошлого года. Перед Украиной стоят два вызова. Первый – это внешний вызов от России. Но есть и внутренняя угроза – это коррупция и олигархи, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. Эти два элемента взаимосвязаны. Энтони Блинкен, госсекретарь США. Господин Блинкен подчеркнул, борьба с олигархами является главным условием для продолжения дальнейшего сотрудничества Киева и Вашингтона. И неудивительно, что спустя две недели после визита госсекретаря был представлен проект того самого закона об олигархах. Вот только чем же украинские магнаты так помешали американцам? Там акулы. И вот когда они совершили госпереворот с помощью наших олигархов, они говорят, а где наша выгода? Поэтому убрать этих людей, мы зайдем туда, наши компании, на электроэнергию, на сатомные электростанции, мы зайдем туда на металл, на уголь, мы зайдем туда. Поэтому в данном случае ничего там, как говорят, личного. Ребята, уходите, это не ваше. Мы пришли. С точки зрения коллективного Запада, украинская олигархия выполнила свою историческую миссию и теперь должна уйти, уступив место транснациональным компаниям. Именно их интересы сегодня и лоббирует в офисе президента ставленники зарубежных структур. Сорос! Жизнь с Украины! С конца прошлого года в Киеве и других городах Незалежной проходят акции против засилья на Украине структур международного спекулянта Джорджа Сороса. Дело в том, что Сорос – это же не просто Сорос. Это целая система западных спецслужб, которые работают по поглощению тех или иных территорий с одной единственной целью – сначала контролировать процессы в этих территориях, во-вторых, выкачивать ресурсы из этих территорий. В рамках непосредственно Украины Сорос является одним из самых влиятельных персонажей, потому что огромное количество украинских политиков-чиновников высшей и средней руки являются птенцами его гнезда. Еще во время правления Порошенко ряд ключевых постов в правительстве страны получили выходцы из организаций, учрежденных и действующих в интересах американского финансового спекулянта. Не стало исключением и правительства Зеленского. Вот первое назначение было вообще удивительное. Это Гончарук, да, премьер-министр, который открыто говорил, да я за Зеленского не голосовал, я за Порошенко голосовал. И вдруг Зеленский его назначает. А потом посмотрели его биографию, он фонд Сороса возглавлял в Украине. То есть ему сказали, давай, он безрамотный, не понимает в экономике масштаба такого, да, Украина. Но он будет делать то, что мы ему скажем. По оценкам экспертов, на сегодняшний день в украинских властных структурах сидит до трети управленцев, так или иначе связанных с фондами американского финансиста. Конечно, полно. У него очень много, и не только в правительстве, вот там у Зеленского кабинета министра, у него полно в администрации президента, у него полно в других министерствах и ведомствах. Где не плюнь, там и люди Сороса. Ну, естественно, Зеленский ему обязан. Поэтому мы и наблюдали назначенцев, большую часть, Соросят. А попытка действующего президента избавиться от неформальных надсмотрщиков тут же обернулась публикацией так называемого «Досье Пандоры» об офшорных активах Зеленского и его ближайшего окружения. Авторы доклада – эксперты Международного консорциума журналистов-расследователей, также входящих в орбиту влияния Джорджа Сороса. Одним словом, президенту Украины непрозрачно намекнули, с кем и по каким правилам играть. Если, конечно, он рассчитывает на успешное продолжение своей политической карьеры. В общем, когда мы говорим про Зеленского, который борется с коррупцией, ну, мы вспоминаем историю про пчел, которая против меда. Не может Зеленский бороться с коррупцией по определению, потому что он сам является обслуживающим персоналом этой самой коррупции. Суть негласного соглашения между Зеленским и его заокеанскими кураторами проста. Украинский президент с опорой на зарубежные фонды и НКО избавляется от политических противников, ограничивает влияние олигархов. А американцы, в свою очередь, получают ничем и никем не ограниченный доступ к украинской экономике. Вот только крайними, как всегда, останутся простые украинцы, для которых замена незалежного олигархического шила на импортное мыло фондов и транснациональных компаний точно не принесет ничего хорошего.